Всем привет! С вами Кристина Володина. Я спортивный врач, реабилитолог и основатель ЗОЖ-проекта Nordic Health, в рамках которого мы лечим, проводим образовательные семинары и тренируемся, в том числе в формате аутдор методом скандинавской ходьбы. Сегодня мы пришли в магазин «Сплав», чтобы узнать все тонкости экипировки, в частности для занятий на улице. Идем? Давайте сегодня разберем полезные лайфхаки для комфортных тренировок на улице. В этом нам поможет сотрудник магазина «Сплав» Анастасия. Настя, привет! Привет! Сейчас все рассмотрим. Переходим к обсуждению, может быть, не тысячи, но большого количества нюансов, которые сделают нашу тренировку не только эффективной, но и, самое главное, безопасной. Я предлагаю начать с обсуждения тех мест, которые могут подвергнуться холоду. Хочется добавить голоду, но все-таки на тренировке, на самом деле, с магазином «Сплав» можно и не оголодать. Мы чуть позже об этом поговорим. И, наверное, начнем с головы. Мы часто тренируемся после работы. Работа у нас бывает до позднего вечера, хотя зимой в целом уже с 4-х, с полпятого начинает темнеть, следовательно, нам нужна яркая экипировка. Мы показывали яркие куртки, яркое термобелье, но, естественно, это же правило относится и к головному убору, в частности, к шапке. Итак, какие есть особенности, занимаясь кардиотренировкой на улице для головного убора? Для того, чтобы в шапке было комфортно, во-первых, нужно понимать, из какого материала вам нужна шапка. То есть, шерстяная шапка, например, из чистой шерсти, для тренировок не подойдет. Из-за повышенного потоотделения шапка будет выбирать в себя влагу от головы. Поэтому мы берем шапку из функциональных материалов. Сейчас очень много. Можно взять флис, пауэр стрейч. Здесь особенная вязка, основанная на тинсулейте с утеплением внутри головы, но такая шапка, честно, уже холоднее, чем минус 10. В минус 5 вам будет не жарковато именно на тренировках. Про те активности, про которые мы говорим. Подворот на шапке, конечно же, добавляет тепла. Вы понимаете, что если берете шапку без подворота, берете шапку с подворотом, два раза теплее она. В основном шапка, ушанка, меховая шапка, шерстяная шапка вам не подойдет. Для тепла бывают шапки с волокнами мериноса, а это все равно основа синтетическая с добавлением волокон мериноса, которые позволяют именно влаге отводиться наружу. Простая шерстяная шапка вам такого не позволит. Носите вы, Настя, шапки? Ношу. Я не люблю, если честно, их. И использую для этого либо вот такую вот повязку. Я тоже такие люблю. Особенно это удобно, когда длинные волосы, потому что они не всегда помещаются под шапкой. Это раз. И здесь я тоже вижу, что она с утеплением. Следовательно, до минус 3-4-5. Отлично подойдет. Да. Делаете, значит, высокую шишечку из волос, чтобы макушка не замерзла. А чтобы не замерзли уши, надеваете повязку. Идем дальше. На самом деле, я очень часто использую бафы зимой в качестве шапки. Бафы бывают разные. Насколько я знаю, более теплые, которые с флиской. И такой более осенне-летний, иногда даже, я уже сказала, летний вариант, когда нет утепления. Какие здесь особенности материалов и что нужно учитывать, приобретая баф? Я точно так же делаю, потому что у меня тоже длинные волосы. Обожаю повязки и бафы вместо шапок в бафе. Приобретая баф. Конечно же, нужно учитывать свойства материала. Опять же говорю, функциональные свойства материала. Кажется, мы уже за эту серию роликов. Слово функциональность и комфорт, она у нас уже на подкорке. Безопасность. Безопасность, точно. Уже на подкорке закрепилась. Функциональность и комфорт. Аксессуарики. Баф не должен быть хбшный. Именно потому, что при намокании он не испарит влагу. У вас просто будет мокрый, замерзший ком. Комбинированные бафы, где одна сторона флис, другая сторона тонкий материал, наиболее удобный. Здесь еще и power stretch, она еще и не продувает. Внутри флиса. Флис типа power stretch. С одной стороны флис, с другой стороны непродуваемый материал. Под разную степень активности вы, меняя стороны бафа и способы его надевания на себя, вы создаете себе комфортные условия. Вышли на открытое пространство, например, к озеру. В парках много озер. В лесу ветра не столько. Вышли к озеру, в любом случае зимой будет продувать ветер. Надели теплой стороной. Больше закрыли площади, которые могут потерять тепло. Вам стало жарко, вы надеваете его тоненькой стороной, освобождая для дыхания части своего тела. Тонкие бафы подходят в первом случае в более теплые температуры. Во втором случае вы можете надеть его как нижний слой под шапку, повязку или нижний слой под теплый баф. А это тоже важный такой лайфхак. Как утеплиться, добавить немного тепла при очень холодных температурах. Например, было минут 25 неделю назад с ветром. И все именно так и носили. Двое перчаток, двое баф, двое шапок. И никто не терял регулярность своих тренировок. Все были довольны. С обратной стороны у бафа тут как раз изображены способы надевания и фиксации на голове, и на шее, и на руке. И это может в летний период тонкий баф использоваться в качестве того, чтобы убрать пот, например, с лица во время занятий. Поэтому все это достаточно просто. Главное знать об этом и использовать в своих тренировках. Ну что ж, идем дальше. Очень часто, занимаясь как зимой, так и летом, а с палками мы занимаемся круглый год, нам нужно в том числе защищать наши глаза. Причем не только от солнца, даже зимой, хоть оно и редко, к сожалению, появляется, но от ветра. И опять же, когда выходит солнце, оно может очень слишком ослеплять, особенно отражаясь от белый снег. Поэтому мы используем и рекомендуем разные солнцезащитные очки. Не только в качестве путешествия, отдыхая на пляже. Что здесь важно учитывать? Часто очки называют в функциональных спорте именно просто защитные. Они защищают ваши глаза от ветра, от песка, крошек, снега. Потому что при беге в метель самое важное защищать глаза. Ветер несет пыль, мелкие частицы, да и просто слезу выбивает из глаз, да, называется. Вот это ветер, особенно ледяной в минус 10 ветер, может быть препятствием к эффективности ваших тренировок. Поэтому мы выбираем очки. Они могут быть разные по функционалу. В этих очках Клоуд есть набор сменных линз от прозрачных, желтых до темных, если яркое солнце. Здесь зеркальные, также яркое солнце, чтобы поляризовали блики и блеск. На солнечном ярком снегу белом идеальны именно такие линзы. Если вы тренируетесь в сумерках, вы можете сделать прозрачные линзы, но при этом поменять линзы. Либо купить отдельные очки, только прозрачные. То есть здесь может быть много вариантов. Вот эта модель, чем она интересна? Потому что, возможно, воспринимается как для езды на лыжах. Так ли это? Или это какие-то особенные? Эта модель имеет оптические свойства, как на горнолыжной маске. Но при этом она очень мягкая, легкая модель именно для активного отдыха, туризма, путешествий. Особенно ходьбы. Трекинга, ходьбы. К примеру, это не в карман ее можно убрать. Она легко убирается в карман. С ней ничего не будет при сложении. Ее можно... Я сейчас надену, померить. Подтяну под голову, под размер головы. Получается, полчатая резинки, не будет сдавливаться голова. И толстая резинка, да, она не перетягивает голову. Можно ходить так. Если дует ветер со снегом, вышли опять же на открытое пространство, или светит вдруг яркое солнце... Вдруг я согласна. Остановились, нацепили очки. В них вам будет немножко жарковато. Поэтому эти очки созданы для того, чтобы защищать от холода. Именно в холодное время года, в том числе. Эти очки мешаются. У меня друзья их носят вот так назад. Ну, то есть, если вы хотите создать антураж, то вы его прям погружены в мир. Очень сильно и модно. Да, прям точно необходимо. Супер. Идем дальше. Мы проговорили о безопасности нашей головы, глаз, ушей, шеи. Я думаю, следующее, что важно обсудить, в рамках безопасности, на самом деле, продолжим. Это про тренировки в темное время суток. Как я уже ранее сказала, темнеет рано, поэтому об этом тоже очень важно заранее подумать. Разные фонарики. Насколько эти фонарики мы, Настя, можем фиксировать в области головы? Или это такие ручные фонарики? Это налобный фонарик. Есть много разновидностей налобных фонариков. Самое главное при выборе, чтобы он был легкий, с удобными сменными батарейками, не забывайте брать с собой батарейки. Фонарем легко ходить. Он надевается на лоб поверх шапки. Сверху даже можно и капюшон надеть. Он не будет вам мешать. Направление луча меняется. Обычно бывает несколько режимов света, при котором вам будет и комфортно освещать перед собой, и рекомендую. За собой. За собой это красный мерцающий. Освещаете перед собой, но при этом не рекомендую покупать суперяркие фонари с прожекторами вместо освещения, потому что вы создаете световое пятно для человека, идущего навстречу. Вспомните, как в парке кто-нибудь навстречу едет с включенным прожектором от самоката. Очень хочется, чтобы единственной проблемой по мотивации к тренировкам на улице был фонарь от самоката, который мешает идти. Так, супер! Мы, значит, обсудили, как стать шахтером с помощью фонаря. Я думаю, важно поговорить о том, как это все с собой взять на тренировку. Потому что у нас у всех есть с собой телефон, есть ключи. Возможно, надо будет убрать очки на случай того, что сразу не было солнца яркого или снега, и потом он пошел, и вы с собой это все несете. Естественно, я говорю о различных рюкзаках и сумках на пояс. Также нам с собой всегда нужна вода, либо теплый чай, если мы занимаемся зимой, и какие есть особенности по рюкзакам и по сумкам на пояс. Рюкзак для активного отдыха должен хорошо и удобно сидеть на спине, чтобы не сковывать движения, но при этом не болтаться. Здесь хороший пример рюкзака. Мягкая вентилируемая спинка, для того, чтобы влага, которая отошла от тела, испарялась вовне. Удобная посадка спины. Поясной ремень для комфортной фиксации, для того, чтобы у вас рюкзак не болтался и не мешал вашим движениям. Материал должен быть легким, желательно влагозащищенным. Особенно про наши тренировки, когда мы в любую погоду должны выйти на тренировку. У этого рюкзака есть очень удобные функциональные кармашки на ремешке. Как только вы походите, вы почувствуете эти плюсы. Ширина лямок комфортная. Мягкие лямки, чтобы не натирали вам нигде. Форма лямок S-образного изгиба также добавляет вам комфорта условий. И застегиваются на спине. Давайте мы наденем, посмотрим. Надели рюкзачок, зафиксировали поясной ремень на грудной. Таким образом вам и двигаться комфортно, можно наклониться, делая упражнения. Рюкзак никуда не улетит. И рука, мы видим, тоже будет легко уходить за туловище. То, что нам необходимо при занятиях скандинавской ходьбой. В удобный кармашек можно положить мелочь. Помаду гигиеническую. Точно. Самое главное, губы. Беречь губы. Можно конфетки. В этом рюкзаке предусмотрена система фиксации гидратора. Это питьевая система. Мягкая питьевая система со шлангом. Вставляется внутрь рюкзака, подвешивается на специальный крючок. Шланг выводится через лямку аккуратно к области питья. Для того, чтобы вы могли, не прерывая тренировку, попить воды. Зимой лучше наливать теплую. Но в сильные морозы не рекомендуется использовать гидратор. А рекомендуется использовать теплый термос, в котором вы можете налить любое количество воды. Соответственно, объему. А лучше сладкого чая с медом и корицей, с мятой. В теплую погоду можно использовать любую пляжку для воды. Хорошо. Если у нас нет столько вещей, мы не взяли с собой сменные штаны, куртки, мы не пошли в поход и тренируемся возле дома. Поясные сумки. Что здесь важно учитывать при выборе? Смотрите на ее вес, ширину ремня, удобство застежки, объем и необходимое количество отделений. Субы даже не толка воды, я думаю, поместится. В эту поясную сумку, я думаю, поместится даже термос. Итого мы видим, что термоса мы не видим. Чтобы пойти гулять с термосом горячего напитка, мы можем обойтись только поясной сумкой. Причем место там осталось, мы можем положить туда и фонарик, и конфетки, и ключи, и запасную пару перчаток тоже. Ну и, собственно, тогда про перчатки самое время поговорить. Точно, перчатки. Потому что наши руки не для скуки, а в скандинавской ходьбе мы помним, что там есть тонкости в биомеханике, когда мы раскрываем кисть и далее вновь зажимаем нашу скандинавскую палку. Напомню, что кисть связана с грудным отделом, причем как с областью позвоночного столба, так и с грудной клеткой. Особенно, если мы много времени сидим, большое внимание уделяем периферии, в частности, нашим пальцам, лучезапясным суставам, которые в формате аудор нужно беречь от холода. Что мы здесь можем порекомендовать? Какие, опять же, материалы? Самое главное в перчатках то, чтобы руки первое, не замерзли, второе, не запотели. Поэтому материал должен быть функциональным обязательно. Он должен быть и дышащим, но при этом достаточно теплым. Оптимальный вариант перчаток, когда они из винблока, винстопера, не продувают ветер, не промокают, но при этом дышат. Для любителей селфи? Сейчас, да, для любителей селфи. Да и просто деловых... Да и просто не было фото в инстаграме, значит, не было на тренировке. Просто для деловых людей, которым нужно постоянно быть в телефоне. Сейчас в тренде перчатки с контактными поверхностями большого и указательного пальца. Также можно выбрать различные варианты варежек. Если вам очень холодно, тонкие перчатки внутрь теплых варежек вставляете, и тогда, даже если вы вынимаете перчатку, чтобы поправить прическу, надеть шапку, попить водички, вы вынимаете руку из варежки, то она остается, например, в тонкой перчатке. Есть оптимальный вариант. Это перчатка, варежка, когда перчатки с обрезанными пальцами, большой палец тоже открывается и закрывается это все сверху чехольчиком из плотной непродуваемой ткани. Вам будет очень тепло, достаточно комфортно. Перчатка превращается, или там, наоборот, варежка превращается в перчатки? Перчатки очень важный функционал. Лучше, конечно, иметь с собой запасные, если вы боитесь замерзнуть. Если, конечно, вам жарко, вы можете и без перчаток ходить, но рекомендуется, даже если вы идете без перчаток, в активное время тренировки надевать что-то в более эстетических занятиях, потому что вы теряете тепло. На ладони очень много кровеносных сосудиков, тепло при холодной погоде теряется очень быстро, особенно касается ветра. и еще одно очень важное стратегическое место, которое нельзя морозить. Я, естественно, говорю про три слоя ягодичных мышц. Область таза. Учитывая, что на тренировках мы можем иногда делать дыхательные упражнения, например, когда болит спина и 20 минут идти без остановки, будет тяжело. И в этом случае мы рекомендуем делать паузу и лучше всего именно сесть, чтобы убрать нагрузку статическую с мышц области поясничного отдела. И понятно, что зимой сесть на лавку мы не можем, потому что там и снег, и лед. И для этого используем различные сидушки в этой, например, цели или, например, мы отжимаемся от лавки для того, чтобы, опять же, руки, пусть и в защищенных перчатках, не соприкасались со снегом и льдом. То же самое можем установить и отжиматься от них. Есть ли здесь какие-то особенности? Для такого типа использования на сидушке необходима резинка, которая расстегивается простым фастексом. Сидушка должна быть из не тяжелой, легкой, но плотной пены. Сейчас есть очень много стильных, разных цветных ярких сидушек. Не обязательно выбирать их. Можно, конечно, смастерить из дома, но мне кажется, при таком наличии ассортимента можно подарить другу замечательную цветную сидушку. Согласна. В целом, сейчас занятие спортом, это не только про спорт, про физкультуру, про движение и здоровье, но в том числе и про эстетику, которая, естественно, должна сочетаться с грамотным подходом. Ну и в завершении данного ролика бывают ситуации, когда тренировка затянулась или, например, она была слишком интенсивной, а вы после тренировки по каким-то причинам не идете сразу домой, то, конечно, стоит рассмотреть различные спортивные батончики, гели, которые позволят поддержать ваш энергетический баланс и, как следствие, по дороге, возвращаясь куда-то, вы не одоладаете. Ну и в целом, очень здорово, что в магазине сплав, в силу того, что мы проводим разные форматы аутдор-тренировок, не только в формате часовой, может быть, полуторачасового ивента, мы еще делаем походы выходного дня, когда мы уходим куда-нибудь в область, по лесу, километров 5-7-8-10 проходим, потом готовим обед на костре и радует, что у вас есть шикарные готовые наборы, то есть, находясь здесь, сразу видишь соляночку, сразу хочется куда-нибудь, где вокруг будет тишина, елки, березы, снег и классная компания. Обязательно для этого продумайте грамотную экипировку и тогда любое аутдор-мероприятие запомнится на всю жизнь не тем, что вы замерзли, простудились и оголодали, а тем, что вы получили много классных позитивных эмоций, эндорфинов, серотонина и, как следствие, мотивация к регулярным занятиям будет максимально высокой. Видите, как мы интересно рассказываем, даже окружающие на нас смотрят. Кристина Павки забыла. Ох, хорошо, что я не забыла так зовут меня. Так, надо их сразу раскрутить. Я хожу при своем росте метр семьдесят на сто десять сантиметров. Напомню, что колесико регулируется на клипсах. Устанавливаем риски. Раз, два, чуть подкрутить колесико. Вторая палка-копалка сто десять. Оп, здесь все хорошо с клипсой и мы готовы не только к тренировкам аутдор со скандинавскими палками, но и в целом к тренировкам на улице с учетом разной погоды, терморегуляции и настроения. Вперед на тропу! Субтитры создавал DimaTorzok